Мне непонятно, что видно оттуда. Будем надеяться, что видно. Примерно. Привет, интернет-аудитория. Итак, ссылочная модель данных. Та-та-та-та-там. Идентификатор – это ссылка, объект – это пространство, имя. На самом деле, класс тоже представляет из себя пространство, имя. То есть, можно, в принципе, посмотреть, а что есть в классе. Поскольку объект является представителем класса, то, понятное дело, что их пространство, имя, он каким-то образом связан. Класс – тоже пространство, имя. Если мы посмотрим DIR про реальный объект, там окажется довольно много всяких символьных идентификаторов внутри. То есть, он много на чего ссылается. И там у него внутри, что может быть? Ну, все, на что могут ссылаться идентификаторы. То есть, внутри могут быть и функции, и ссылки на другие объекты. Понятно? То есть, объекты есть, и ссылки на другие функции какие-то, на другие объекты. Вот. Каким образом они связаны? Давайте с вами представим себе абстрактный тип. Допустим, это у меня будет абстрактная коза. Вот, в языке C++, если я заготовил у абстрактной козы ногу, то у объекта экземпляра данной козы обязательно есть нога, причем она обязательно занимает в памяти столько же байк. Понятно? То есть, там происходит что? Порожденный экземпляр класса, это его вот явно представитель. Но мы будем говорить про C++ на последних лекциях. И там отличается только что называется содержимое этой переменной, то есть, длина ноги, условно. Да? В питоне это дело не так. В питоне не так. Там, когда порождается экземпляр класса, давайте я конкретно напишу сразу, да? Давайте, класс. Класс А. И у него я сделаю x равно 10. И вот тут я порожду экземпляр класса А. А равно А, круглые скобки. И вот я вызвал имя класса как функцию. То есть, на самом деле, это я, по сути, создал экземпляр. Да? Так вот. И вот тут вот я создам B равно B. Ой, B. B равно А. Того же типа. Так вот, у меня вопрос. А из B это true или false? А из B это true или false? А? False. Действительно, это разные объекты. Это разные объекты. А вот так. А точка x из B точка x. Ну, у них же есть такой атрибут. Да? x. А это? Это true. Хорошо. Но это вы, может быть, отвечаете потому, что вы знаете, что int неизменяемые. Наверное, вы уже там сравнивали. Одной переменной 2, другой 2. Сравниваете, а они почему-то один и тот же объект. Так, потому что он экономит память и сравнивает. А, это неизменяемый тип. Ну, пусть ссылаются на один объект. А если я сделаю здесь содержимое изменяемым типом? Ну, например, списком. Не важно, какое у него содержание. Пусть это будет даже пустой список. Но список, это точно значит, что это изменяемый объект. А в этом случае... А? Вы просто не формируете более одно и то же метод. Значит. Постанство имен, а то и то же у них класс. Вот, это сложный вопрос. Это... А кто считает, что нет? Ну, вы не испорчены языком C++. Потому что вы еще не знаете, как должно быть. Но вы будете теперь испорчены языком Python. Потому что теперь вы будете думать, что, наверное, везде это. Итак, слушайте. У объекта... Вот это, это объект. А это класс. Соответственно, это объект экземпляр данного класса. У него нет собственной ноги сейчас. А что есть? А что есть? У него есть принадлежность к классу А. И если вдруг какой-нибудь негодный программист обращается к экземпляру данного класса и говорит ему, а Х хочу. То интерпретатор Python вначале начинает искать в пространстве имен объекта. И если там есть нога, то он вернет эту ногу. А если этой ноги нет, то тогда он пойдет поищать в пространстве имен класса. Понимаете? То есть, пространство имен два. У класса одно. Ну, потому что класса, он сам себе класс, да, и все. А у экземпляра есть свое личное пространство имен. Экземплярное. Которое у разных экземпляров свое. Причем, это я вам уже рассказывал про катую ногу. Вы помните, да, что в козе можно, в питоне козе можно поделать пятую ногу. Зачем козе пятая нога? То есть, я могу взять, сказать, А, Y, да, равно, не знаю, один. Ну, вот у меня появился объект, на который в пространстве имен вот этого вот, это А у меня, а это А. Так вот, в этом пространстве имен у меня появился Y. X, на самом деле здесь X, я говорю еще раз, нету. Да, он там. Но при поиске интерпретата посмотрит, говорит, Y, а, ну, Y у меня есть. Точнее, он здесь появляется, но если я скажу, print A.X,A.Y, то действия будут разными. В первом случае он не обнаружит экземплярного атрибута и поищет, есть ли он у класса. А если он есть у объекта, то он даже не пойдет туда смотреть. Скажут, окей, он есть. А вот теперь самое страшное, что опытные программисты, много лет проработавшие на языке C++, начавшие писать на питоне, могут долго не знать. А именно, это... Вот давайте я это сделаю, смотрите. Хотя вот здесь это сделаю, чтобы было заметно. А точка X плюс равно... Нет, давайте я плавно введу, сейчас, чтобы вы поняли. А точка X точка append. Ну, это же изменяемый тип, да? Но можно appendить. append, не знаю, один. Ой, что ж я сделал? Круглые скобки, конечно. Это я. Но я думал, что я другого. А точка X точка append. Что происходит? Я к кому доступаюсь? Ко всем сразу. А? Ко всем, что я не доступаюсь. Да, 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 да. На самом деле, не ко всем сразу. Я доступаюсь к ссылке. У меня X это что? Это ссылка на объект, собственно... То есть, на самом деле, там живет не нога, а там живет ссылка на ногу. Ну, на список. Да, X это, что у меня список. У меня там есть список. Я в этот список положил один. Даже еще сложнее, на самом деле. Это у меня объект типа лист, да? Который содержит в себе ссылку, которая ссылается теперь на объект один. Вот он. Я хочу понимания, поэтому я не тороплюсь с этим вопросом. Почему это ссылается на лист? А? Почему это ссылается на лист и сразу на список? Ну, потому что... Не, лист это и есть список. Это объект списка, объект лист. Это объект списка. Просто у списка, у него там внутри не элементы содержатся, а ссылки на элементы. Он же... В чем отличие от массива? У массива там сразу ячейки нужного размера под каждый объект, и все эти объекты с тройными рядами в память заложены. А в питоне там произвольные типы упаковываются. Чем отличается список от массива? Там разные типы. И там ссылки с тройными рядами разложены. А ссылки на разные типы, они одинакового размера. Ссылка на слона и на муху одинаковая там. А теперь смотрите. Действительно, это я у объекта А поискал Х. Интерпретатор смотрит, у него есть Х. У него нет Х, но зато Х есть у класса. Берем ссылку, на которую ссылается Х, на объект. Есть ли у этого объекта, на который он ссылается, Эпен? Да, у этого объекта есть Эпен. Будем честны, у него объекта, у его класса, но это сейчас дело не касается. У него есть Эпен. И он вызывает метод листа Эпен для того, чтобы и придает ему единичку. В результате метод листа добавляет самому себе единичку. В качестве объекта единичку выставляет на него ссылку. Ясно? Таким образом, если я теперь буду делать принт B.x, то я что увижу? Я увижу там список с единичкой. То есть, действительно, я поменял сразу ногу у всех плоск сразу. Это называется классовый атрибут. Классовый атрибут. Вопрос. То есть, в B.x мы видим единицу, но A.x и B.x это не одно и то же, тем не менее. Это одно и то же. А и B не одно и то же. То есть, у меня есть два представителя класса Коза. Ну, А. Объект B. У него тоже есть... Это вот... Да, точнее, ее нет, на самом деле, как раз. Да, ну, преобращение. Но он объект того же класса. Да, он с ним связан. Просто вы говорили о пространстве имен каждого экземпляра в отдельности. У B и у A сейчас, ну, вот к моменту, когда я их создал, в их личном пространстве имен не было ничего. Пустота. То есть, они объекты, представители данного класса, но у них нет ни одной собственной ссылки. Кроме того, что они являются представителями класса А. И все. То есть, их идентификаторы появляются методом связывания. Ну, то есть, то, что они присваивания, по сути, связаны. То есть, когда я явно говорю, породить идентификатор где? В рамках пространства имен А. Понятно? А вот теперь почувствуете разницу. Почувствую класс, как говорил Бертон Мэр. Итак, А точка Х плюс равно... Ну, вы же знаете, что в списке можно с списками конкатенацию делать, правда? А плюс равно 2. И вот тут незаметно у нас обрушивается море последствий. Ну, вы прекрасно знаете, что это такое, да? Ну, это что такое? Это то же самое, что А точка Х равно А точка Х, да? Плюс список с двоечкой. Что мы тут видим? Страшно вредный и ужасный оператор присваивает. Что делает оператор присваивания? Порождает идентификатор. Оно-то все... Но! Но! Где он это делает? Это кто такой? Это кто такой? У А был Х, скажите мне? У него не было собственного Х. У него Х был классовый. Называется классовый атрибут. Классовый атрибут. Экземплярный я у него Y сделал, чтобы показать, что такое экземплярный. Да. То есть, из того, как мы сделали append, то есть, у него есть и use свой? Append. Это ж... Давайте медленно расшифровывать. Я обращаюсь к А, да? То есть, вот к этому объекту. Говорю, Х есть у тебя, нет у него, нету, он идет к классу. Есть у него, да, у него есть Х. На кого Х ты ссылаешься? Ты ссылаешься на лист. К какому листу я сейчас обратился? К классовому. К классовому. Оператор присваивания был? Вот в этой строке. Оператора присваивания не было. Значит, я вежливо, джентли попросил данный объект, причем вот этот вот данный под объект, и говорю, ты добавь к себе единичку. Нового списка не порождено, нового идентификатора не возникло, не было присваивания. Присваивание порождает новый идентификатор. И именно оно. А это то, чему мы радовались, когда я начал писать программы на питоне, мы написали Х равно 2, и не надо заводить переменную Х отдельно. Переменная появляется сразу вместе с собственным типом. То есть, что присвоил, то в ней и лежит. Помните это? Ну, вы должны были это отпраздновать. Сейчас расхлебываю. Теперь смотрите. Давайте вот с этим разберемся. С этим страшным. Итак. Вот это, это что такое? Это классовый атрибут. А вот это что такое? Спать не надо. Это что такое? А это я присваиваю в Х. В какой? Персональный и экземплярный. То есть, вот это страшное совершенно. Это классовый атрибут. Классовый. А это экземплярный. 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 Понимаете? Вот это самая жесть. Вот это самая жесть, которая, ну, одна из самых жестких вещей, которая возникает. Но самое ее страшное место появления вот. Потому что это то же самое. И здесь у вас, оно еще и в сокращенной форме записи, через плюс равно записано. Поэтому вы даже можете не осознать. Вам кажется, что вы меняете классовый атрибут. А на самом деле, здесь порождается новый список. Да? Был вот один вот этот список, вот этот список. Да? А тут что? Порождается, ну, у меня рядом создается еще один список, который указывает на объект 2. Да? Потом к этим двум спискам применяется операция конкатинации. Да? Порождается новый объект списка, который ссылается уже на список конкатенированный, в котором, прошу прощения, в котором ссылки вот одна сюда, а вторая ссылочка вот туда. Потому что элементы не трогаются. То есть, ссылки не проставляются, элементы там тот же самый. При конкатинации остается. Ссылки копипастятся отсюда, отсюда. И этот объект, ссылка на этот объект прописывается куда? В появляющийся новую. Появляющийся атрибут х, вот этот. И х начинает уже указывать на вот этот объект. Ну, сборщик мусор после этого этот вот временный список уничтожает. Он был нужен только на время операции, естественно, он исчезает. Поняли? Суть. Итак, что мы осознали? Что у нас есть экземплярные атрибуты и методы. А есть классовые. Понятно? Теперь вспоминаем про конструктор. Вспоминаем про конструктор. Метод init. Метод init не выделяет памяти. Он занимается инициализацией данного объекта. Но поскольку он, по сути, первый метод, который начинает что-то раскладывать в пространство имен экземплярное, то именно он породит, именно он породит там, породит атрибуты, принадлежащие данному конкретному экземпляру. А если у вас внутри класса были ссылки на неизменяемые, то есть x равно 10, 20, 30, то вы можете не париться. То есть такого, что у вас кто-то изменит сам классовый атрибут, не будет. Вы можете считать их константами в рамках класса, который вы всегда можете, когда создается новый экземпляр, они всегда те же, какие там записано было. Очень хорошо. Всегда знаете, что у нового экземпляра там именно те значения, которые были прописаны. Но это касается только неизменяемых. То есть если бы там я картеж, например, засунул вот сюда. У нас какими-то значениями. Это было бы ok. Tapple неизменяемый. Так, теперь са и нитом. Вот давайте с вами сделаем. Ну, например, помните... Нет, вы этого не делали. Арифметические драконы у вас были. Вот там у нас был герой. Герой. Да, он на самом деле был наследник от класса юнит. Давайте, давайте, стоп. Стоп. Перепишите. Юнит. А? Юнит. Ой. Я думаю о другом, да. Ошибаюсь. Класс юнит, конечно. Класс юнит. У меня какие были у него задачи у класса юнит. Это содержать в себе здоровье и демедж. Правильно? И уметь, что еще проверить, is alive, то есть жив ли он, соответственно, в соответствии с атрибутом health, что он больше нуля. Да, и что там еще было, get damage, да, чтобы он мог health уменьшить. Вот. Ну и, соответственно, я на демюночку сейчас задержу его еще. Итак, вопрос вот в чем. Как именно мне ему заложить туда health и этот, damage? Как они у него появятся? Поскольку там у меня будет int неизменяемый, то мне, в принципе, относительно не страшно. То есть, если я предполагаю, что health будет по умолчанию у этих товарищей, там, не знаю, 100, допустим, то это окей. Но ведь он у разных драконов, а от юнита будут наследоваться все остальные классы. Ведь он у всех разный. И, как я понимаю, сейчас, пока это классовый атрибут. Но, правда, поскольку int меняются только методом переприсваивания, то есть, сам int не изменяем, только на новый объект, там будут автоматически всегда по-другому и получится порождены уже экземплярные атрибуты. А функции, пускай, кстати, принадлежат, вот, класс, пространство класса. То есть, нормально для метода лежать именно в пространстве класса. У экземпляра своих методов собственных, личных нет. Он пользуется методами своего класса. Вот, значит, раз, так, и damage, да, damage, там, не знаю, условно, 10, да, и парочка функций. Def, ну, например, getDamage. Ну, сейчас давайте вот ее одну только, getDamage, значит, здесь передается attack, ну, или давайте, а, первый атрибут self. Self, это у нас ссылка на конкретный экземпляр, в котором функция работает. И, ну, давайте я так и назову damage, пусть она перекроет эту damage, она все равно мне не нужна. Damage, двоеточие, и, как и фишу, self.health, минус равно, damage. Ну, все. То есть, у меня он сейчас тривиально, без всяких шилдов, без всего там лишнего, просто тупо раз и принял всю дамагу на health. Так вот, вот здесь, вот здесь, вот, что происходит? Давайте повторим и осознаем, что здесь происходит. Порождение, то есть, как только эту функцию вызовут для конкретного юнита, что произойдет? Порождение экземплярного атрибута. То есть, health отвязывается от того health, который по умолчанию у всех, да, то есть классовый, и начинает указывать на другое int. Понятно? Но если бы, не дай бог, там был список какой-нибудь, или что-то еще изменяемое, и я бы не присваиванием, а здесь присваивание тайное есть, минус равно это присваивание, то я бы что получил? Я бы получил, что я присваиваю дамагу всем юнитам. У них health уничтожено. Понятно? Все, давайте перервемся, отдыхаем 5 минут. Возвращаемся к лекции. Так, давайте продолжим. Так, ну, примерно так. Итак, в данном случае нет никаких проблем с тем, что они классовые, ничего страшного. Здесь, когда getDamage вызывается, у нас порождаются уже экземплярные атрибуты для каждого разных. Но мне хотелось бы все-таки выставлять этот health и damage обязательно, чтобы он был у разных юнитов разным, да. Можно то, когда мы возьмем дамагу, у меня тут дамагу на отдельном объекте, если мы извините право, из-за того, что мы не указали, что damage должен ссылаться на классовые, по-другому, точку damage, или хотя бы self. Вот этот? Да. Нет, damage это будет некоторое, просто передаваемое число сюда. А. Это просто передаваемое число. Нет, то, что он заслоняет собой, вот этот параметр своим именем заслоняет в принципе как бы атрибут, можно было бы говорить в языках типа C++, где у нас в принципе существует короткий доступ к атрибутам. В питоне мы всегда говорим self-точка, поэтому он не заслоняет ничего. Но мне не нужен self-damage для этой реализации. Тем не менее, я хочу сделать так, чтобы создатель класса юнит не мог его создать, не указав конкретные health и damage. Понимаете? Для этого мне нужно что сделать? Прописать явный конструктор, то есть функцию init. Поэтому что я делаю? Я уберу отсюда вот это. Я уберу это отсюда. Ну или, скажем так, это становится не суть обязательным. Потому что без конструктора создать экземпляр нельзя. Конструктор у нас только один. Никакого полиморфизма, много конструкторов, как в C++ нету. Он один. Называется он init с двумя подчеркиваниями. init, подчеркивание, подчеркивание, сначала и без концерта. И параметры. Ну, я, собственно, ожидаю, что мне дадут и health и damage. Да? Health и damage. Если я хотел бы какие-то значения по умолчанию, то я мог бы вписать их сюда. Вот прям все. Health равно 100. Damage равно 10. Я не буду их прописывать. Я пропишу только что. self. self.health, self.damage равно health, damage. Чем я воспользовался сейчас? Красивый план из крючка. Картежем. Я к картежу значений присвоил к картежу атрибутов и сразу два атрибута породил у self. Ну, не сказать, чтобы это сильно красиво, просто у меня одна строка была. Можно я вот так вот писать, приживаю. Теперь у меня классовых атрибутов нет совсем, но создавая экземпляр класса unit, я обязан передать туда конкретные параметры. Иначе он скажет, извините, функция конструктор, и нет, ожидал параметры. Понимаете? Если я их не напишу сюда. Вот. Ну, никакой проверки типов не будет. Я надеюсь, что все будут пользоваться проверками. Сейчас я пока убираю, потому что я, естественно, порожду сейчас кого? Класса потомка. Ну, давайте сделаем сюда... Давайте не героя. Давайте как раз дракона породим, чтобы у него был... Дракон это еще достаточно абстрактный, а у него уже породим потомка следующего. Класс. Дрэгон. И предок у него прописывается в скобках. Unit. Может ли быть несколько предков? Да, может. Может, в питоне нет ограничений, можно на множественное наследование, можно несколько предков. Сейчас пока не надо. Итак, один unit предок. Что это значит? В первую очередь, это означает связь между пространствами имен. То есть, у меня возникло что? У меня возник некий объект, который одновременно как бы принадлежит двум кладам. Объект пока не возник, то как только я сейчас создам кого-нибудь, класс выбрали, ну, сейчас еще содержимое пока не написал. Да, но у меня возникает уже иерархия классов, и представитель этого объекта класса потомка, или, как говорят еще, дочернего, или подкласса, да, он уже у меня, это у меня кто? Это unit. Я уже здесь UML-синтаксис. Это Dragon. Ну и, соответственно, у меня есть экземпляр Dragon, допустим, да, некий D. Ну, давайте я только скруглю, чтобы это был уже экземпляр. Видно, что это не как. Итак, экземпляр типа Dragon. У него есть собственное пространство имен, как у экземпляра, у него есть классовое пространство имен, как у Dragon, и у него есть классовое пространство имен, как у юнита. Ведь Dragon это подкласс юнита. Правильно? То есть, любой дракон является юнитом. Только конкретным. Соответственно, если я спрошу D.x, то произойдет первичный поиск. В начале экземплярного атрибута, потом классового, родного класса, а потом у классов предков. При этом у классов предков происходит обход, поиск вот этого метода по методу русского лесточного права. То есть, в начале у ближайших предков, по последовательности через запятую, то есть, если здесь было бы несколько, в начале у них, потом чуть выше у следующих. И так постепенно поднимаясь вверх, дай бог у кого-нибудь такой атрибут, который упомянут, найдет. Ну, если не найдется, то будет, соответственно, ошибка того, что атрибуты какого-то. Ок. А любой атрибут, который присваивается, он уходит в экземплярные атрибуты. То есть, в его личные. Если в него происходит присваивание. Так. Есть. Есть. Объяснил. Теперь давайте с вами распишем конструктор класса дрэга. Ну, уж тут-то мы все понимаем, что нам нужно конструктором порождать. Тем более, что все равно дракон, когда порождается, загадывает число. Да? Ответ. Хотя, нет, он же несколько раз это делает. Несколько раз это делает. Но он там цвет свой должен прописать, конкретный. И, в принципе, опять же, поскольку могли бы быть... У меня драконы-то разные. А атрибут я хочу один. И чтобы дракон печатал себя, печатая свой цвет, значит, все-таки цвет должен появиться уже здесь, на уровне дракона. В общем, я хочу сейчас, чтобы у меня дракон в конструкторе получал цвет. Без цветного дракона быть не может. За счет этого я обеспечу требование, чтобы дракон с цветом появляется. А уже конкретные экземпляры дракона будут уже свои цвета отсюда протаскивать. Короче говоря, я сюда порождаю дэв и нит. Селф, запятая колонку. И вот тут-то возникает вопрос. Я же сделал у юнита метод и нит, который получает хелс и дэмэдж. Допустим, сейчас, что у всех драконов хелс и дэмэдж одинаковые. Или они мне... Допустим, ладно. Хелс одинаковая, а дамага разная. Давайте так, да? Колор и дэмэдж. И вот я его ранее, чем в конструкторе дракона, я ранее этого не узнаю дэмэдж. То есть, я должен буду инициализировать этот конструктор и нит вот тот, да, дав туда параметры отсюда. Никто не программировал на C++, нет таких? В общем, в C++ реализован обязательный вызов конструктор. Ну, C++ за всем следит. Он ходит и как контролер за вами. А вы правильный тип функции передали? А вы в эту переменную что-то не то суете. Сюда такое не положено. В питоне все можно. И в питоне нет контроля за тем, а будет ли вызван конструктор предка. То есть, он по умолчанию не вызывается. Если вы написали инициативу, то все, только он и будет вызван. Преимущество питона, то, что на глазах все. Вам понятно, что происходит. Этот инициативу будет вызван. И вызов конструктора предка, если он нужен, а он нужен. По-хорошему, он нужен. Мы же должны прописать хелса дэмэдж. Иначе у нас будет ошибка, когда мы get дэмэдж позовем. Функция такая есть, позвать можно, а он обналовый, там нету хелса. Как атрибута. Поэтому я явным образом должен позвать конструктор предка. Делается это очень специфически. Метод просто супер. Так и называется. Функция супер. Что она возвращает? Она возвращает класс предка. Она осуществляет поиск идентификаторов вверх, предков. Супер-класс. Саб-класс, под-класс. Супер-класс, над-класс. Просто на английском так переводится. Супер-класс значит надо. То есть надо и супер надо вызывать. А к тому, что она возвращает, к тому, что она возвращает, можно сказать точка, а дальше любой метод. То есть из любого метода вы можете взять и сказать, так, а ну-ка, у предков поищем, вызовем метод предков, передав ему набор аргументов. В данном случае я из конструктора вызываю конструктора, поэтому точка подчеркивания подчеркивания и нет. То есть явный вызов конструктора от того, чего еще не было. Супер-точка подчеркивания подчеркивания и нет. И что я туда передаю? Что я туда передаю? Селф туда передавать не надо. Селф уходит автоматически, когда я вызываю какой-то метод вот таким вот образом, то я его вызываю не абстрактно, а для кого-то. Вот этот вот для кого-то он-то и пойдет к этому иниту в суд, ну, любому методу в его селф, в первый параметр. Поэтому здесь я сразу указываю, что health и damage. Ну, health я, допустим, прописываю конкретный, 100, а damage тот, который мне передали в качестве параметра. Таким образом, мне не надо переписывать еще раз вот эту вот строчку, как именно инициализируется любой юнит, я только вот что обязан вызвать его в конструктор для корректности. Могу не вызывать, но тогда сам должен побеспокоиться о том, как инициализировать health и damage. Вот. Так, ну и дальше я что уже делаю? self.calor равно calore. Где? Ой, это фигня. Нет, там две точки нету, удалите ее. Если оно у вас есть. Так, есть еще парочка интересных вещей, которые я произнесу для классов. А именно, это возможность работы с атрибутом, при котором на самом деле вызываются методы. Такая ситуация вполне возможна. Такая ситуация вполне возможна. например, я хочу, чтобы каждый раз, когда моему дракону скажут, ну например, ему присвоят какое-то значение какой-то переменной, предсказал проверка, каково оно. Давайте о заголовок начать. Свойства. Свойства класса. введем класс введем класс круг. Что нужно, чтобы создать круг? У него должны быть x, y и радиус. Ну, задать круг. x, y и радиус. Ну и соответственно, я делаю функцию init, так что x, y радиус пожалуйста, self. Я через точку запятой напишу. Кстати, так тоже можно. Точка y равно y. точка запятой не обязательно. self что-то в радиус равно ранее. И все хорошо. все-таки мне не радует. Знаете что? А вдруг какая-нибудь зараза возьмет и радиус отрицательным числом поставит. А он-то должен быть числом положительным строго. Даже не ноль, а строго положительным. Я хочу бы это как-то проверять. То есть как-то обрабатывать. И если я оставлю это... В то же время радиус не должен быть закрытым. Я хочу, чтобы у объекта круг можно было радиус менять. Как можно это сделать? Существует такая интересная методика. я могу написать парочку функций. Одна из них setRadius, а другая getRadius. Функция setRadius будет проверять перед этим, что он больше нуля. А если меньше нуля, то он не будет его трогать. Будет печатать ошибку, например. Или просто ничего не будет трогать. Но это некрасиво с точки зрения последующего использования. Хотя так вот в C++ так и делается. set age get age я потом расскажу. А тут как мы можем сделать? Мы пишем вот такой значок. Дальше пишем слово property. Свойство property. И пишем функцию, которая будет называться радиус. вписать Собственно, по-моему, там даже можно и радиус вписать сюда. Но по-моему, можно. Я напишу. И в этой функции происходит следующее. я беру и кладу как сейчас секундочку я чтобы не наврать внутренность как правильно прописать. . Очень не хочется сейчас наврать совсем, поэтому я уже загляну. Вот. Вот они. Так. Это, ок, вот. А, стоп, сейчас, секундочку, это у нас геттер, это у нас геттер. Все, понятно, почему у меня возникла. Это геттер. И он должен вернуть, собственно, радиус. Ну и я поступаю очень просто. Return. Self.radius. Все, здесь я ничего особенного не делаю. Вроде бы я возвращаю только сам радиус, как он есть. Но за счет того, что у меня появился радиус как свойство, то попытки добыть радиус, они будут вот здесь обрабатываться. Если я перед этим return напишу какой-нибудь print, то я буду видеть каждый раз, когда обращаются к радиусу, я буду видеть напечатанные слова. Ой, позвали радиус. Теперь, следующий, следующий обработчик свойства, это сеттер. Здесь пишется немножко сложнее. Здесь нужно обязательно указать, какое имя. Потому что здесь само имя метода отвечало за то, какой он, к чему он относится. А здесь приходится прописать, вот эта штучка называется декоратор, не буду дольше держать это слово. Декоратор. Это очень специфическая питоновская штука, которая позволяет модифицировать поведение функции. Magic функция становится. Сейчас пока не будем подробнее обсуждать, просто конкретные два декоратора приведу. Итак, первый декоратор вот так, property. А второй это сеттер. Он будет выглядеть уже так. Собачка.radius.setter. Этот декоратор надо вызывать после первого. И декоратору этому передается функция def, которая тоже называется радиус. И не надо этим сомневаться. Вот. Два радиуса. Хотя вы знаете, что две одноименные функции быть не может. В данном случае я эти функции передаю декоратору. а уж декоратор позаботиться, как это правильно вставить. И как это самое главное потом сделать так, чтобы при обращении к этому радиусу происходил на самом деле вызов этих методов. Итак, здесь я уже это на присваивание. Self, radius. Так. И что у меня здесь происходит? Я вначале перед этим проверю, каков он. Ну, давайте я не if буду писать, а сразу assert. Я буду ошибку выдавать. assert. То, что радиус больше нуля. Это требование, да, я уверен. Утверждаю, что радиус больше нуля. А если нет, то печатаю, соответственно, радиус. Ну, давайте я радиус восклицательного знака печатаю. Достаточно. А уже после того, как случился assert, если утверждение казалось ложным, то мы здесь выскочили с ошибкой. И уже здесь я пишу self.radius равно radius. То есть у меня случайно радиусу не будет присвоено отрицательное значение. Работа будет прекращена, как только это будет попытка совершена. Вот. Да, единственное, что здесь предлагается сделать этот атрибут self.radius все-таки, во-первых, другим именем, во-вторых, закрытым. Но я сделаю его с одним подчеркиванием. Self. подчеркивание радиуса. Не буду его делать совсем закрытым. Вот такая штука свойств. Так. Про наследование все. Свойства все. Теперь ссылочная модель данных все. Осталось нам что? Пробежаться и вспомнить, что такое словарь, и какие есть операции с ним, и генераторы. Кхм. 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 Через некоторое время я вам расскажу про... Сейчас скажу, когда. Кхм. —иц, вы скажете? — Ог. Да. Ог. я их перенес на тот семестр. Ну, собственно, наш словарь представляет из себя хэш-функцию. Точнее, не хэш-функцию, а хэш-таблицу, в которой все за вас уже продумано, она уже готовенькая. Вы только кладите туда данные и берите оттуда по ключу и ищите. Какая бы микробаза данных. И скорость работы со словарем очень большая, когда мы правильно им пользуемся. Какие операции быстро происходят. Породить словарь можно вот так, а можно вот так. Это новый пустой словарь. Добавление элементов в словарь происходит следующим образом. Мы берем и присваиваем в его как бы элемент. Вроде элементов-то не было, он же пустой. А вот он мгновенно и появляется. Собственно, вот это вот, это вставка пары. Да? Это то же самое, что вставить пару значений туда. вставить пару, один, one. Где один ключ, а one ее значение. Соответственно, можно порождать словарь при помощи диктком при хэрже. Помните, генераторы списков мы писали? В квадратах, скобках, for, да, x in, кто-то, x квадрат, for x in, рейндж такой. Вот, в данном случае можно делать то же самое. Вот давайте и сейчас, я хотел бы там, один, one, два, ту, и так далее, чтобы у меня цифрам соответствовали слова. И загнать это все сразу словарь. Как это сделать проще? Я могу сразу сказать, я порождаю словарь. Порождаю словарь. Каким образом? Я хочу пробежаться по двум спискам сразу. Бежать по двум спискам. Бежать по списку очень легко, в принципе. У меня два будет сразу. Это и числа, и строки. И так, можно сделать так. Можно сделать список, в котором кортежиками идутся. Число, строка, число, строка. Правильно? Какая функция умеет смыкать два списка, соединяя их по парту? Помните название? ZIP. Функция ZIP. Ну, как змейка такая. ZIP, раз, и она соединила два списка, замкнув в кортежики. Итак, смотрите, что я сейчас сделаю. Я сделаю, значит, key, запятая, value, in, а, прошу прощения, for, for, сейчас, секундочку, двоеточие, key, двоеточие, там не запятая идет. Если запятая, то будет порождено множество. У множества set comprehension тоже есть. Итак, key, двоеточие, value, for, key, запятая, value, а теперь, раз я две переменные сую в генератор словаря, то мне нужно сейчас бежать по списку из кортежей. Как мне его сделать? При помощи ZIP, ZIP, и я сюда даю range от одного до, ну давайте сейчас до пяти включительно, давайте не включительно, чтобы еще быстрее написать. А второй список, собственно, будет содержать слова. one, two, three, four. Вот начался dict comprehension, вот он закончился. Правда, я вам скажу, вот для конкретной данной задачки, для конкретной данной задачки. Если мне нужно пронумеровать, по сути, ну по сути нужно что? Взять и строчки пронумеровать, да? То существует быстрый способ, чуть-чуть быстрее, чем ZIP, range, породить пронумерованный список, так чтобы список стал кортежиками с цифриками. Вначале. Правда, он начинает с нуля. Но если я начну, если мне zero все равно нужен, то, пожалуйста, можно. Соответственно, как это... Одну секундочку. В этом случае я могу сделать так. Это будет пример практически то же самое, только от нуля. В этом случае я скажу так. Key value for key value in enumerate. Enumerate. enumerate это специальная списочная функция пронумеровать. Enumerate. и я ей уже передаю тот же самый список. one, one, two, one, ой, только one, zero. Прошу прощения. Zero, one, и так далее. Закрываю, закрываю, и закрываю диктоком прихеджер. Все это порождает словари. Я надеюсь, что вы помните, да, как словари в принципе работают. Кто не помнит, есть такие? Но я подозреваю, что не помните. Жалко, что я немножко задержался. В следующий раз, может быть, скажу еще раз. Ну что ж, на этом мы сегодня заканчиваем. Если вопросов нет, спасибо большое. До свидания, до встречи на следующей неделе. АПЛОДИСМЕНТЫ